Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас в GMT. Сегодня сходу на меня со всех сторон набежали подписчики. Все фотографируются, очень приятно. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Андрей, здравствуйте. Откуда вы к нам приехали? Я местный Анапский. Тебя как зовут? Артем. Артем, вы пришли сегодня в аквапарк? Да. С детками. Это вообще двойне приятно, когда местные ребята ходят в аквапарк. Вы строитель у нас? Да, у нас сегодня профессиональный праздник. От души ваше в лице. Поздравляю всех строителей, чтобы ребята у вас, как говорится, все стройки росли, сдавались вовремя и были всегда довольные клиенты. И самое главное, когда я стройкой тоже занимался, мне доставляло это удовольствие, видеть сразу результат своего труда. И так, чтобы работа была вам в радость. От души, праздником. Спасибо большое. Поздравляю всех строителей с профессиональным праздником. Желаю дальнейших успехов на данном поприче. Большой привет компании РКС Девелопмент. От души. И, друзья, мы сегодня находимся возле аквапарка. Итак, кстати, единственный аквапарк, в котором я был еще до блогерства, и у меня просто на него нет обзора. Немножко даже обидно. Я когда-нибудь обязательно скажу, докоплю баба, ребята. Почему? Потому что тут денег действительно надо как бы немало. Смотрите, стоимость билетов с 10 до 8 – 2000 рублей, а с 4 до 8 – 1600 взрослые. И детские – 1200 и 1000 рублей. Камера хранения отдельно – 200 рублей. Температура воды – 25, температура воздуха – 32. Я думаю, сейчас воду, наверное, даже немножко охлаждает, потому что очень жарко. То есть здесь, когда вы приезжаете, есть парковочные места. Можете остановиться и прийти спокойно понаслаждаться. Аквапарк я вам покажу сверху. Аквапарк у Тики-Тарк вы можете приехать и на своей собственной машине по объездной дороге, либо до Пионерского проспекту добраться. Пересечение улицы Железнодорожной и Пионерского проспекта. Здесь вот с правой стороны есть бесплатная парковочная зона. Ну, вы видите, она уже вся занята. У нас в этом году беда с парковками. Парковочное место свободное. Все остальное – также зона забита машинами. Ну, слишком много машин. Беда роты ДПС. Мы выше на Пионерский проспект. И здесь находится детский городок, который можете посетить. Стоимость у него 300 рублей. Можно полазить. Добрый день. И здесь вот, допустим, родители сидят, ждут своих. Детский парк. Солнечный остров. Большим количеством аттракционов, в которые можно попрыгать, поиграть, воротаться. Он уже работает. Мы во время 10 утра приходим. Видишь своего попкомщика знакомого. Он сегодня, наверное, на выходной. Аттракционов здесь много. И бывают скидки троп. Какой день я вам не скажу. Честно, не помню. Если кто-то ходил, напишите обязательно, сколько они здесь происходят. По ценникам, дорогие друзья, можете посмотреть. Все аттракционы попали. Посмотрите, вот такие вот аттракциончики ценные. Дети днем не так уж и много, но они присутствуют. Так я не понял, почему там цены особо зачеркнуты. Я сам, я в прошлом году покупал часто кофе, когда были финансы. Сейчас мы ходим без кофе и лишних расходов. То есть люди, в принципе, есть. Даже в эту жару здесь находятся. На самом деле, сегодня очень жарко дождя. Давит причем так, что я вот иду мокрый. Но я в маршрутке пока ехал. Кстати, до сюда маршрутка, видите, 114-я мне обошлась 50 рублей. Да, она подстоит, она 60 рублей. А если ехать до Джуматы, в тот район, то 40 рублей. Такие цены на маршрутке. Ну, там вообще прям было весело. Я кайфанул. Столько людей, все вместе, в единении. Кстати, здесь, смотрите, прокат колясок, самокатов и велосипедов есть. Я по ценам уже спрашивал, ребят, если вы отдыхаете в чем-то, то обращайтесь сюда, чтобы покататься на велосипедах. С левой стороны, тут такой вот живой дом есть. Часто бывали в этой столовой. В этом году трансляций мало. И поэтому мы уже не помним, когда мы тут были. По-моему, даже в этом году ее ни разу не снимали. Давайте посмотрим, какие цены. Хотя столов очень, видите, в зеленом таком месте уже находится. Можно посидеть за столиками. Удобные диванчики. И давайте пленим чапочем. Утрим по ценам можно сижающие напитки 35. Не лимонаду 129, большой графин. Выглядят они вот так вот. Дальше пошли фрукты. 59, 80 стаканчик. 140 рублей стоят суфлешки. 120 таковых тортик. Это азиатская кухня предлагают. Запекянки разные. Тоже картофель борщ. Да нет, у нас еще мы выбираем. Отлично. Купим здесь. По ценам. Все, с теплышком. Это прям очень хорошо. Здесь вот всякие котлетки, пиццы. Пачкули, смотрите, какие аппетитные. Лодочка по отжавке 165 рублей. Крылья куриные по 60. И здесь можно видеть еще швычок. Это очень, кстати, ну, по крайней мере, раньше хороший мужичок был. Я не знаю, кто в этом году. 75, свинина ребро начинается цены, друзья. А там дальше бар. Вот и пицца-печь есть. Но мы здесь будем переходить на джематинский проезд. Ценники подбивали. Те, кто пользуются вот таким мясом в рулонах, то есть дешевым заморозкой. Не самое лучшее мясо. Многие приходится переходить именно на него. Ну, самый вкусный шашлык из фермерского. Вкусные шеи. Но такой вот очень сложно найти. Только лишь в некоторых местах он бывает. Но там цены будут выше 100, даже 120 рублей. Когда кушаете дешевый шашлык, понимаете, что как бы мясо дорогое вам туда не будут брать. Покупаки, кстати, очередей, по крайней мере, сейчас не наблюдаю. Но он только открылся. Да и здесь особо тоже много людей мы не видим. Потихонечку все прогуливаются. Я думаю, что все уже на пляже. Потому что с 6 утра там погода просто космос, дорогие друзья. С левой стороны работает разливайка, друзья. И очень большое количество разнообразных кафе. Мороженки, фрукты, наливок, разливные соки. Кафе, полет, столовая. Раньше это было вообще, наверное, самое такое популярное место. С 8 до 12 работает. Можно, пожалуйста, можно поднять цены на пиццы. Что почем есть и ели здесь, напишите. И цены на фишечок тоже лежит готовая для вас. С левой стороны огромное количество всего продаются. Рыбки, копченые шпачки. Выбор раков. Здесь, блин, как от этого холодильника пахнет. Мне хочется все взять. Очень красиво. Я бы на самом деле больше нигде такого красивого холодильника не видел, как на этом проезде. Молодцы, ребята. Все с холодильника, все хорошо. Фрукты, овощи, здрасте, абрикос, помидорки, огурчики, зелень, сливы, арбуз, инжир и картофель. Все, понял, спасибо, хорошая работа. Одна из культовых столовой. По правой стороне тоже в этом году. Мы еще цены не смотрели. Сейчас посмотрим. Гостяхумаш называется. И поехали по ценам. Допустим, если вы будете брать пиццу. Выборы очень большие. И поехали по салатикам. То есть должно быть все видно. За стеклышком. Красиво. То есть убранство здесь просто великолепное. Ну, сейчас утро пока еще. Их-то ничего не ест. Крошка, солянка, суп курицы. Тут именно с мясом. Супчики идут. И все, кто отдыхает, постоянно отхвалят вот эти две столовые по правой стороне. То есть выглядит все, в принципе, симпатично. Вот эти такие отпугиватели разные. Мух стоят, чтобы они не садили. Допустим, речи сотворные на 55, каши речни на 55, макароны на 55. Ну и выбор тут разнообразных. Точно, они, я хотел сказать, что никто не ест. Видите, сколько разных сладостей. Вот у них цены. Что-то отсвечивает. Можете посмотреть в столовую. Популярная. Вы, если кушали здесь, обязательно тоже пишите. Также у нее, смотрите, есть такие креветки к пиву. Булгеры разнообразные. Гамбургеры. И вот клево сделали навесик. И такие вот скамеечки. Заверевалось все совершенно по-другому. Так уютно прогуливаться с этих местах стало. Кстати, вам как вот такие новые идеи, нравится или нет? Там тоже очень много разнообразных фруктов, овощей, сувегиров, друзья. Ну, просто целая куча. И вот он еще одно столовое. Здесь, кстати, людей сидит гораздо больше. Почем здесь ценники. Столовое выглядит вот так. Смотрите, с утра на 10 уже заполнен народом. Вот это там. Здравствуйте. Пустим, блинчики можно глянуть. И поехали поедом. А, вот он с ценниками. То, что есть из первых позиций. Яйцо, допустим, за 20. Нет, спасибо большое. С утра очень плотно поел. Спасибо большое. И здесь, смотрите, тоже красота. Цены. Надеюсь, что все видно, ребят, чтобы я не озвучивал. Выглядит все аппетитно. Вот приятно. В этом году практически нет плохих отзывов. Потому что все, что есть и не так, люди пытаются читать ваши отзывы. И их сразу убирают, как-то корректируют. Если вам что-то где-то нравится, не нравится, пишите. Потому что это тоже важно. В дальнейшем может повлиять именно на развитие. Тоже вот куча разных вкусняшек. И здесь можете увидеть. Шикарно. С целой стороны тоже, вы можете видеть, столовая есть. Но уже устал по всем ходить. Здесь выпечка. В общем, еды даже вот на этом небольшом проезде очень много. Знаете, что хочу отметить? Как-то чисто здесь стало. Прям очень чисто. И как-то вот по-другому выглядит проход. Что-ли, больше привели в порядок, что ли. Практически весь сезон у него не было. Я первый раз проходил, столовые еще эти не работали. Сейчас я еду, уже все запущено. Люди уже отработали практически весь сезон. Я надеюсь, что мы соберем очень много отзывов, как это было. Именно от вас, друзья. В какие вы заведения ходили. Пишите, допустим, когда все отзывы. На какой минуте. О чем вы пишите. И всем будет очень удобно прочитать и посмотреть. Потому что наших подписчиков здесь отдохнул уже очень много. Здесь, по чему сожалению, в основном идут выставки, продажи. Ну, допустим, персик по 100. И по 120 есть сливы. 80 рублей дымы прохожатся. То есть кое-что. Какие-то позиции. Все-таки они в продаже. Не просто выставочную землодородку. Крупный виноград по 100. И по 50 есть. Такой уже немножко разваленный. Вот персик по 80 написан. Сыры разнообразные еще. Копченые рыбки. Дорогу. Пиво. Можно посмотреть, почему. От 80 рублей пол-литра. С правой стороны находится белый пляж. О нем тоже очень неплохие отзывы. Ну, а дальше вот начинается трындец. Здесь вроде бы гостиница. Или гостиница слева, справа. А тротуар вот такой вот подушатанный. С правой стороны кусочек. Здесь вообще непонятно, что с чего. Тут вообще песок. Короче, раньше это было все пляжем, чтобы вы понимали. Я еще помню тем местным моментом, когда идешь в Напа, приходишь, а тут такая большая, такая песчаная зона. Но потом наши администрации все это продали. И потом новые отели здесь появляются. Гондураса. Засланцы в нашу страну. Которые распродаются наши природные ресурсы. Тут дальше вообще массовая парковка машин на тротуаре. То есть, если там он шел, шел, шел тротуар, то здесь его просто заставили машинами. И людям приходится тупо идти по дорогам. В общем, здесь какой-то бедлам еще. Если мы там шли, где асфальт было, все по красоте, то согласитесь, здесь это с красотой и отдыхом как-то не особо вяжется. Вот еще когда говорят, что в Абхазии или в Крыму Савдеп, то вот этот выход к морю, точнее вот эту часть его последнюю можно назвать просто позором города Анапы. Когда были ларечки, то есть с той стороны как-то даже более симпатично было. Хотя я против этих шалманов, но реально было получше. На выходе на пляж есть душ, туалет. Стоимость услуг туалет 30, душ за 80 рублей. Прямо, наверное, в левую сторону хочется больше по этой стороне пройти. В прошлый раз, когда я был, я ходил, по-моему, туда направо. Кстати, как я и говорил, заработал южный ветер. С берега такой приятный бриз. Вода будет вообще кипяток, ребят. Все теплые свои, представляете, прибирается в берегу. Кайфуйте, приходите на море, купайтесь, видите, желтые флаги. Сейчас зайду на дюны, сделаем небольшой облет. На дюнах, к сожалению, очень сильный запах экономии на туалетах. Прям, чесец. Уф. Делайте бесплатные туалеты. Это просто невыносимо. Тут, видите, деревья, вот серебристые, и народ там прячется, походу, для своих темных дел. Но и люди понимают, что по 30 рублей 10 раз сбегал 300 рублей. Это ж можно там 5 литров пива купить еще сверху. Так что выгоднее ходить сюда. То есть какая экономия, посчитайте. Но здесь мы видим, кстати, Джамайка, застройку, какую сделала на дюнах, и так ее не убирают. То есть капитальные строения поставили, наша администрация Некоторые блогеры, так сказать, поддержали всю эту инновацию. А теперь, говорится, попробуйте зайти на их пляж. Стоимость тут, конечно, лишь очков вам дорогая. Ну, те, кто могут себе позволить, наверное, считают, что это круто. Но также обратите внимание, вот рядом с территорией просто, ну, свалка на пляже. Обустные корочки, пластики, битые бутылки, куча. Вон даже какие-то обувь там валяются. Вот, видите, еще осталось. Вот дюна, это тоже уничтожается. И вот такие острые. Где море? Я с дюн в море не ищу, охренеть просто, не? А вот так вот наша администрация хочет застроить все дюны. Говорят, что это нормально. Где наша золотая черномоскоприводохранная прокуратура? Это нормально? Дайте характеристику, ребятки. Или все, уже больше ничего не замечаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА